Добрый вечер! Сегодня я хочу поговорить о том, как все устроено у нас на Земле инопланетянами, захватчиками, как люди у нас уходят на галах. В космосе не верят, что у нас на Земле рабство имеет именно такую форму, но это должен знать каждый землянин, и мы должны доказать, что это в реальности происходит. Мы реально нуждаемся в высадке именно Мир Галактического Совета, потому что мы же до вас достучались, и вы согласны встретиться и обсудить, но уже не обсуждать надо. Надо, в общем-то, действовать. В свое время коалиция обещала, в общем-то, высадиться, потому что мы, в общем-то, захвачены, и нам затыкают рот. Мы не можем рассказать все, как оно в действительности имеет место быть. и все вот эти вот поползновения, в плане того, что мы неразумные, и все делается для того, чтобы доказывать, что мы неразумные, и все подводят к тому, чтобы человечество теперь уже выбросить с собственной планеты, ну и использовать и продолжать использовать нас на ГАВАХ, которые, в общем-то, сегодня у наших захватчиков является разменной монетой в новых конфедерациях. Мы должны быть уверены, что на Землю высадятся как раз представители Межгалактического Совета, а не представители завоевателей, которые хотят нас выкинуть с нашей планеты. Как происходит у нас отправление людей на ГАВАХ? То есть мы говорим, что и люди идут на ГАВАХ, но как это осуществляется и почему это осуществляется? В принципе все идут, там без исключения. Но для этого вот надо все-таки вспомнить, что мы захвачены, захвачены, ну мы говорим Римская, там Ромейская империя, ну в какой-то степени Византия, да, но Византия не совсем, потому что у нее, ее жители, в принципе, живут среди нас и они подвержены старению, в принципе, как и мы, они не бессмертны. Но надо сказать, что эти товарищи Римской, Римской, Ромейской, те, кто писиглавцы и писинаги, они тоже живут не бессмертно, они тоже подвержены старению и умиранию, ну просто это дольше происходит, не 60 там, не 70 лет, как у нас. они могут и 600, и 700 там лет дожить. У них, в общем-то, внутри тоже хватает противоречий, и у нас не только вот антовское такое вот, есть общество, да, но есть, конечно, и писиглавское общество, которое, в общем-то, смешанные виды человека и писинагов, или писиглавцев, да, но они тоже создают свое общество, создают свое общество, которое, в общем, тоже находится на руководящих постах. Недавно Таня Крацуба, ну, вы знаете, известная блогерша, выступила с тем, что есть второй человеческий вид. Ну, в действительности видов-то ведь много человека, среди даже вот людей, потому что я уже говорил, что у нас от 40 хромосомств встречается до 56, но это не полное исследование, это исследование лаборатории, с которой я, скажем, был в дружеских отношениях, и поэтому у меня эти данные есть. А вообще их диапазон намного шире, потому что вот те же бычьи главы, например, да, они тоже встречаются, ну, они известны как гуны, они имеют вообще 126 хромосом. Ну, если они скрестились с человеком, то половина, то есть уже хотя бы 80 хромосом у них есть. Ну, понятно, что вот таких у нас пока не нашли, но люди, которые похожи у нас на бычьи главов, ну, это вот вид коров. Коровы, они похожи на, ну, они, собственно говоря, есть потомки бычьи главов, но когда смешиваются с людьми, они эту похожесть сохраняют. У нас есть Сверганская долина, где наиболее часто встречаются такие похожести. А вот Таня Корцубок, которая говорила о том, что, в общем-то, это новый вид, и она правильно упомянула басковского человека, который найден был череп, вроде как в Африке, но они встречаются повсеместно. Это вот удлиненные черепа, которые вот в Перу, например, нашли, да, вот такой вот вид черепа. Он хранится в многих музеях нашей планеты. И это как раз те люди, которые представляют у нас Ватикан. В Ватикане всегда носит вот такие вот метры. Вот папа, да, видите, какая высокая у него метра. Митры у нас в Перуе Прославе называют полоску вокруг лба. Она, ну, может быть, тоненькая, может быть, толстая. Там не от толщины зависит, это зависит от цвета. Ну, жрецы обычно синий цвет, такая тоненькая полосочка. Это вот как раз жрецы. А вообще носят, ну, вот у нас лампасы, да, у казаков вот особенно, да, там, ну, тоже там какой-то, может, синяя быть. Синий – это цвет жрецов. А может быть сразу имя. То есть Бог месяца, Бог года. Вот два цвета. Ну, и тоже сюда могут. Могут до четырех. Даже больше может быть цветов, потому что могут текущего Бога, покрытеля года и месяца, вот, могут отчество и обережество сюда же включить. То есть у вас уже получится восемь таких полосок. Ну, а то, что у нас вот именно вот этот Ватикан, он и вот это общество – это анты. Остатки Византии. Мы вот сколько видели этих ребят, людей-обезьян, ну, или снежных людей. У них у всех макушка выкнутая. Ну, почему их хохлами еще там называют? Которые, в общем, с никакого отношения к современным хохлам не имеют, естественно. И вот они в действительности контролируют большую часть денежных потоков у нас в мире. Вот. Это вот как раз анты. Но поскольку анты, они провинились перед песенагом и песенагом, потому что когда их возглавлял Владимир, он же объявил войну песенагом и песенагом, да. Хотя он ее проиграл, но анты были вычеркнуты. Они уже были в Триумвирате, да. То есть там три головы у орла было, да. Ну, а тут осталось две. Вот. Ну, это знак как раз Римской и Ромейской империи. Приходят и другие игроки на нашу землю. И вот когда у нас был потоп, после потопа, в общем, народу почти не было. И тоже была высадка очередных инопланетян, который тоже здесь начинает играть свою роль. У нас вообще есть поселение инопланетян. В той же вот Московской области есть поселение. Вот. Они похожи на людей, но видно, что они не совсем люди. В Соединенных Штатах было, вот когда был пожар в прошлом году, мощный пожар, когда случился, даже для того, чтобы выкурить этих инопланетян оттуда. Но они небольшие. Вот в данном случае небольшие такие поселения, но которые живут, конечно, очень долго. С нами, понятно, им контактить незачем. Те же самые венерианцы, они же тоже живут среди, ну, Соединенных Штатов Америки. То есть, я не буду говорить Штат, но я про них вам рассказывал. У них тоже сохранились все вот эти навыки и вот эти божественные дары, они ими владеют, они их демонстрируют. То есть, жизнь космическая у человечества, она продолжается. Только мы находимся на, вот как раз на самой низшей ступени развития. Нулевой уровень. Ну, вот хочу еще инорога вам показать. Вот видите, такой вот череп и рог. Ну, рог видно, что это явно инородное тело. А почему оно инородное? Ну, потому что у нас же были магические воины, и им вставили вот как почеглавы, им тоже же вставили сюда вот рога. А у нас здесь это как раз то, что принял прием телепатии. А вот тут, когда им вставили сюда рога, они потеряли связь с управлением. То есть, они стали беспомощными. А вот сюда, когда рог вставляли, да, но это когда потеря воли. То же самое фактически. Потому что у нас тут более иный центр. И если нам перерезают вот эту смычку двух полушарий, ну, человек становится абсолютно безволен. Причем не просто безволен. У него восковая гибкость появляется. То есть, его в какую позу поставил, он в той позе и стоит. Его можно стоять там часами. Ну, потому что он теряет вообще всякую возможность. У него сознание перестает работать. Так вот, у нас была, значит, римская ирамейская империя. И в этой же римской, то есть, среди писеглавцев постоянно происходили войны внутри за власть. Вот, например, когда нам рассказывают там про Бурбонов и Бонапартов, да, ну, это борьба за власть. И вот нам сегодня выдают 1812 год как отечественную войну. Да, в реальности это была гражданская война. Бонапартов и Бурбонов. Со стороны Бурбонов выступал, кого мы сейчас называем Александр I. В действительности это Нерон был. А со стороны, значит, Бонапартов, ну, и был Наполеон Бонапарт. И он победил. И вот уже последующие, это уже были все Бонапарты. Наполеон II, это в действительности Николай I, он же Каллигула. По внешнему виду это один в один. Наполеон III, это уже Александр II. По внешнему виду, но я изложил это в книжке «Украденная история», где вот эти параллели остались. У нас была Римская империя, она нас завоевала. Фактически все вот дворяне там, это все от Римской империи. Ну, во-первых, потому что у нас ведь не было имущественного неравенства, да, как в Римской империи. Там были патриции, были плебеи. Ну, причем патрициев там их несколько было видов, ну, в зависимости от того, сколько они имели этих сестерцей, да, ну, то есть денег. А у нас этого не было. Вот нам говорят, что у нас там бояре, да, и крестьяне. Ну, это свист наглый причем. Потому что бояре, правильно вообще говорить, боляре. Потому что, ну, болгары так и говорят до сих пор. Потому что боляре – это в действительности последователь Баяна, который, в общем-то, разошелся с Яромагом или Ярмаком, как его сейчас называют. Потому что тот настаивал на убийстве, да, а Баян, он считал, что надо убаюкивать противника и полонить. Ну, поэтому они разошлись. То есть он исканно сделал зен, то, о чем мы с вами говорили, Баян. А то создал палию, которая предписывала убийство, разрешала убийство людей, ну, вообще живых существ. Их расхождение привело к тому, что потом вот Баян соединился с Владимиром, объединились с Владимиром, и его зент стало вместе с его авестой, зент-авестой. Ну, зент-авестой – это не последнее внедрение Владимира. Это было предпоследнее, потому что потом появился Талмут. Ну, мы обо всем говорили. И вот Владимир тогда как раз и напал на римлян. Вот. А он возглавлял Византию. И он же объединил, значит, Византию и Руссию. И назвал ее Великоруссией. Вот Великоруссия уже напала на Римскую империю. Ну, и Владимир проиграл. Понятно, что анты тоже проиграли. И поэтому они остались и остаются смертными. Вот. И подвержены всем тем же порокам, как и мы. Так вот, значит, боляри – это те, кто поклонялись к Баяну. А крестьяне, которые нам… И это якобы созловие низшее, да. То есть, патрицы – это бояре, да, боляли. А крестьяне – это вот плебеи. Нет, крестьяне – это последователи Крестоса. И Крестосом так… Вся Европа так и говорит Крестос, а не говорит Христос, как мы сейчас говорим. Вот. И крестьяне поэтому, в общем-то, конфессии никакого отношения к труду вообще не имеют. И вообще у нас труд как такового… Вот вели пахотное там земледелие, да. Не было его. Не пахали, а орали землю. Орать. И говорят, орала – это плуг, мол, да. Нет. Орала – это как раз обработка полей с звуком. И лук, который стрелял, да, он был не для того нужен, чтобы убивать там кого-то. Это были поющие стрелы, которые летели над лугом. Лук и лук, почему они одинаково-то звучат. И они озвучивали определенные виды растений, которые надо было, чтобы они выросли быстрее всех и дали плоды. Ну, в основном это злаки, вот, разнотрави там разные, да. А что там растет? Злаков. Злаков у нас ведь очень много осталось. До сих пор 11 тысяч видов злаков. А у нас было 108 – это обязательные злаки, которые росли, да, и использовались для каждого бога. Это был атрибут, один из атрибутов. А в действительности их были миллионы. Миллионы, потому что цивилизация в Тавите очень давно существовала. Даже в тех же Панпуранах пишут о том, что у нас было 2 миллиона растений, а не 500 тысяч, как сейчас. Это совсем недавно было. И это уже, когда пройден уже потоп, пройдено по количеству, все равно 2 миллиона видов вместо 500 тысяч сегодняшних. И поэтому крестьяне и боляли. Две конфессии. Никакого отношения к имуществу и неравенству не было. Ну и потом, когда нам говорят, что у нас все-таки имущество, вернее, неравенство какое-то было, и деление было, ну да, можно согласиться, у нас деления были. Ну, у нас ведь люди были на уровне Богов все, да? А Бог – это что? Это могущество, это вездесущность и это бессмертие. Это характеристики нашей души. Почему она бессмертна? Ну, потому что она характеристики Бога достигла. И поэтому было три таких тоже вида деления. Бессмертные – это были человечи и человеки. Человечи, жившие вечно, человеки, жившие век всего. Это первое было деление – бессмертие, бездесущность. У нас были знать, ну то есть знающие люди и ведающие люди, ведуны и ведуни. Вот ведать – это не знать. Это разное. Знать – это вот мы сейчас про человека знаем все. Когда вот у нас посвящение происходит богами, жрецы, да? Он, человек, знает про всех все. Вот, ну, как все. То, что сейчас человек ел там, чем он сейчас интересуется, какие у него сейчас мысли – все. Человек знает. А вот ведать – это когда человек знает не только, что он сейчас, но и то, что у него было раньше. Не только вчера, позавчера, месяц, год, но и в прошлой жизни. И что с ним будет в будущем? Вот это уже ведание, это высшее. Поэтому знать – это знахарки и знахари, да? Вот. А ведуны и ведуни. Вот. Были еще ведьмаги, да? Но это касалось антов. У них осталась эта тоже система антов. У них православие потому, что было. Ну и, собственно, осталось. Правда, в странном виде, но оно параллельно нам существует. И фактически все повторяет. Ну, единственное, все в возвращенном виде, я бы сказал. И третье – это были вельмоги. Вельможа у нас слово осталось. Правильно, старое русское слово – вельмоги. Ну, это, в принципе, известно. Можете посмотреть со дняского словаря – вельмоги. И челдоны – это тоже деление. Это могущество, характеристика могущества. Вот вельмоги – это те, которые за счет собственных потенциалов могли что-то делать. А вот челдоны… Ну, сейчас слово чалдоны осталось. Ну, неправильно – челдоны. Ну, и переводят его как какие-то там сибирские, там, сторожилы и прочая лапша. Действительно, челдоны – это те, которые могли делать что-то с водой. То есть, имеют могущество через воду. Ну, не только, конечно, с водой, но с водой основной. Потому что многие… Кристаллы те же самые. Они тоже дают силу, если знаешь, как ее взять. Ну, а тут с водой. Основная вода. То есть, они с помощью чего-то могли это могущество получить. Оно временное, и оно не ихнее. Никакой вельмог. Вот было таких три деления. Никакого имущества, понятно, неравенства у нас не было. Да, ну, и не нужно было. Все люди были на уровне богов. Материализовать что-то, пожалуйста. Даже до сих пор, когда вот встречаются эти… Ну, из этого клана люди, да? Вот. Они могут бросить скатерть и сказать, что хочешь. Что бы ты ни подумал, все там появляется. То есть, происходит материализация наших мыслей. Эти владеют и вельмоги. Но они не выказываются, не показываются, не светятся. Потому что их уничтожают безжалостно причем. Но они надеются, что они выйдут, когда мы получим свободу, наконец. Многие хотят. Даже Магомед тоже обещал появиться, когда мы получим свободу. Сейчас он, понятно, не в состоянии. У нас же много пещер, где… Ну, они обычно закрыты, взорваны. Там ходы замурованы, да? Где люди хранятся в окаменевшем состоянии. Обычно это мрамор. В мраморном состоянии. И когда там появляется человек, да? Они ошивают все. Оживают и начинают рассказывать, от чего голова пухнет. И ничего… Ну, там уже несколько мыслей потрясающих. Которые говорят, что ты неправильно все думаешь. Но тебя потрясают, и все это дальше больше уже не воспринимаешь. А то, что у нас было все-таки римское рабство, которое скрыто под словом «крепостничество», это точно. И оно у нас появилось… Ну, как нам там рассказывают, что в 16 веке… Да, в 16 веке она местами везде появлялась. Появлялась. И вот в 19 веке, собственно говоря, это была окончательная захватка, да? До 1861-го, когда получили уже свободу, да? Якобы свободу. Крепостничество, когда было отменено. Вот. У нас оно все время было. И вот у нас даже сохранились такие известные слова, как «мент» и «кент». Ну, у нас «мент» говорят, что это вот потому что милиция, а «кент» — это, говорят, друг. Потому что чеченцы инг уже так говорят. Ну, смешно. Вот «кент» и «мент» — это в реальности название. «кентурионов». Ну, сейчас говорят «центурионы», усердно говорят «центурионы». Это в действительности полицейские, римские полицейские. Они вот как раз ходили и выкорчевывали наши традиции. Там где-то собираются люди давать богам или еще что-то. Вот они там появлялись. Ну, это полицейская служба. А вот «фурменты», «фур» — это вообще, с одной стороны, скрытое, да, на скрытость обозначения. А с другой стороны, «фур» — это переводится как «все», а «мент» переводится как «ложь». «Фурменты», да, это «тайная полиция». Это то, что у нас КГБ сейчас. Ну, это все повторение наших захватчиков. Все копируется, все наше общество. Отсюда появится слово «менты». Никакая милиция здесь ни при чем. Точно так же, как «центурионы» появилось слово «кенты». Ну, сейчас «кент» — это хорошо, «кент», да, даже на воровском жаргоне. Но на жреческом понятно, что это очень плохо. «кент». Это тоже говорит о том, что у нас было римское рабство. Ну, какие еще доказательства, в принципе, нужны. У нас же никто не верит, но из официальных историков, что было рабство. Римское рабство. И крепостничество — это тоже римское рабство, по-другому только названное. Каким же способом нас умудряется запихать на гола? Вот в отдельных религиях есть такое понятие, как «смертельный» или «смертный грех». Ну, особенно это вот семь грехов. Ну, иногда называют восемь грехов. Но вообще оно еще не устоялось, как я понял из бесед с нашими патриархами. Да. Значит, «смертельный грех» у нас самое главное — это гордыня. Гордыня и гордость имеет один корень. Ну, говорят «смертельный грех». Ну, вот я вот горжусь там достижениями своих детей, там, достижениями своих родителей, своей страны. Ну, и что-то я не умираю от «смертельный грех» в реальности. Ну, пытаются отличить, там, что вот гордыня — это там, как бы, когда ты своими, там… Ну, а почему бы мне своими, там, достижениями не погордиться? Что здесь плохого? Ну, люди гордятся и не умирают. Почему? Да потому что «смертный грех» предписан смерти душе, а не телу. Вы совершаете эти «смертные грехи»? У нас, тем более, ведь карма введена, но она вроде как у буддистов, но она действует на всех. Тем не менее, потому что все эти агрегаты, ну, всех этих четырех основных конфессий, какие сейчас выделяют это вот буддизм, христианство, мусульманство и иудаизм. У нас, значит, христианство имеет два с половиной миллиарда последователей, полтора миллиарда имеет мусульманство, буддизм полмиллиарда последователей, а иудеизм 14 миллионов, и его выделяют. В то время, это как допустим, индуизм, ну, там много религий, а их всего миллиард, намного больше, чем иудеев. Или, допустим, да, все, ну, китайские вот эти верования, там тоже почти миллиард, но они не считаются у нас основными религиями. Или, например, гнев, тоже смертельный грех. За что надо убивать? Ну, тело не убивает, убивает душу. Душа подписывает же себе. Если вы сказали, что вы христианин, ну, значит, идите сюда. Да, то есть вы, ну, у нас кто раскрещивается, тот понятно, что он открестился от христианства. Так вот, гнев, ну, смертельный грех. А чем он плох? Вот мужик какой-то, да, нагло пристает молодой девушке, ну, просто закипает внутри, да? Ну, почему не подойти, сначала сказать, а вот и дать морду ему? Ну, нет. Нельзя гневаться. Смертельный грех. И поэтому у нас вот такие вот несправедливость там какая-то, там, когда сильно обижает слава, ну, нельзя подходить, гнев проявлять. Потому что смертельный грех. Ну, и поэтому у нас вот скоттообразные существа, да, которых выращивают там на мясо, на энзимы, на гавах. Ну, и мы становимся такими, раз нельзя гневаться. Или, например, уныние. Ну, там уныние, вот и ленность, ну, это как бы считается как бы одно. Но вот Аквинский, по-моему, он разносил. Вот. Он, во-первых, сформулировал семь смертных грехов. А потом уже там разные уже толкователи как бы узаканивали эти грехи. Ну, вот уныние. Ну, вот не получилось что-то, да, ну, чем бы не побыть в унынии. Потому что всякое падение потом характеризуется подъемом. Человек не может быть долго в унынии. То же самое, когда он заболел, да, он уныл. Оказывается, заболел, но ты совершил смертельный грех, потому что ты уныл. Вот. И не хочется ничего делать, ну, понятно, не хочется, ты болеешь. Какие что-то дела. И поэтому, в общем-то, мы все совершаем вот эти грехи. Это только три назвал, да. А там еще, значит, у нас есть чревеугодие. Вот чревеугодие, оно было связано с таким исчезнушим у нас понятием и органом чувства. Сытью. Которое определялось, что и сколько нужно есть, что давало человеку бессмертие. То есть, людям запретили быть бессмертным. Поэтому, естественно, это смертельный грех. Но многие люди любят вкусно поесть. И не подозревать, что это, оказывается, смертельный грех. И когда ты попадешь туда, на тот свет, ну, тебе все вспомнят. Если говорить об алчности, это тоже смертельный грех. А алчность откуда у нас вообще появилась? Вот если человек рос всю жизнь в нищете, понятно, что для него там копейка. Он будет проявлять эту алчность, он будет проявлять эту жадность. Ну, потому что он ничего не видел в жизни. Поэтому алчность не может быть смертельным грехом. Это смертельный грех общества, который довел до нищеты данного человека и не помог ему. Ведь я вот смотрю просто, как вот устроено в космосе. Ну, вот тот же, значит, Ушаков, который я уже называл его, который побывал там, да. Там работает не то, что тебя накажут, что ты там у кого-то... Ну, стащил ты пачку масла в супермаркете, опять же, от голода. Вот там, ну, там таких нет, понятно, вещей. Но там есть, если такие вещи происходят, воровство, например, или еще что-то, человеку помогают. Не садят, а помогают. Точно так же, если он там гнев где-то, ну, и недопустимые применил приемы, ему тоже помогают, не садят за превышение способов обороны, да. Совсем другая идеология. Но у нас идеология рабства, идеология вот этой покорившей нас силы. Ну, а то, что касается прелюбодеяния, сладострасти, тоже, кстати говоря, разделяют. Вот, но это вообще не считается грехом. Не может считаться грехом. Вот у тибетцев оно не считается грехом. У чукчи тех же самых, у африканских народов, у многих северных народов. Ну, там у них, наоборот, распространено, если белый человек попадает к ним туда, да, коней через все протаскивают, чтобы он со всеми переспал. А для чего это делается? Ну, потому что они не отсюда. Они не отсюда, а когда дети рождаются от землянина, да, ну, а белые люди – это все земляне, то они более приспособлены к земным условиям, получаются. Ну, и поэтому такая традиция сохранилась, и это не считается грехом. Но в христианстве считается. Если говорить о мусульманстве, в действительности смертного греха понятия такого нет. Грехи есть. Вот эти семь грехов, которые христианство обозначило как смертельные грехи. А эти грехи в мусульманстве подчеркиваются. Ну, помимо этого, там еще три таких основных. Это как раз лицемерие, коварство, ну, и лжесвидетельство, по-моему, или что-то такое. В общем, три тоже. Ну, и десять получается. А вот в буддизме там тоже есть понятие, но там десять пороков. Причем эти пороки там расписаны. Порок тела, порок ушей, порок губ. Вот. И там за некоторые пороки, да, тебя могут послать на перевоплощение. Потому что у них цель в буддизме – это достичь нирваны и больше не перевоплощаться. То есть достичь священного блаженства. А нирвана вообще переводится как нирвана – сознание. У нас же оно разорвано, да, а у них они как бы едины. Ну, вообще, если вспомнить и пластунов там, и характерников, казаков, да, у них как раз разорвано сознание. Вот когда ты достигаешь вот этого, начинают проявляться божественные дыры. Что касается иудеев, у них 613 правил или заповедей, правильнее сказать, 613. Из них 365 – что нельзя делать. Ну, а остальные – что можно, что должны делать. И помимо этого, у них еще есть 108 оскорблений Господа. То есть 108 поступков, которые оскорбляют Господа. А у нас еще каких-то там 200-300 лет назад за оскорбление Старшего полагалась смерть. Я не знаю, это опять от Римлян идет или от нас, но это было. А Господь, Он, понятно, Он намного на старше. И это, в принципе, оскорбление Старшего, за которое полагается смерть. И вот именно такого количества всевозможных ограничений именно у иудеев сделано. Я думаю, это сделано специально, потому что они потомки Жечества. И их наиболее устраняют и истребляют. Ну, поэтому столько всяких запрещений. Что касается тех же даосов, тех же индусов. Индусы – это не индийцы. Индийцы – это как бы считается нацией. А индусы – это те, которые исповедуют как раз индуизм. А их там несколько таких основных. Сикхи, дзайнизм, шивоист – их много. Штук десять, наверное. Это все индуизм. Но дело в том, что те же индийцы, они живут на разных континентах. Точно так же, как и китайцы. Они тоже живут на разных континентах. То есть, а везде эти агрегаты или эгрегоры, они же везде, получается, присутствуют. Потому что, если там есть носитель, там есть и эгрегор. И он действует не только на того, кто его исповедует, но и на тех, которые здесь присутствуют. Тоже действует. Вот, фактически, все человечество находится как раз вот под этими агрегатами. Ну, и прежде всего, христианские – это самый такой крутой агрегат. Так-то у нас ведь переплощение только лишь для того, чтобы увеличить количество гаваха. Почему нам ввели карму? Ну, чтобы человек не задумывался, что он творит. В следующей жизни только получит. У нас же была карма. То есть, совершил – получил. У нас вот почему сделали, значит, тот ящик Пандоры, который наложил проклятие на все божественное, на гармоничное, на гармоничную дружбу, там, любовь. Все кончается трагедией. Почему? Ну, потому что проклятие, капканы, ловушки – все заложено в этих… Ну, и люди иногда не понимают, что они оказались под агрегатом Пандоры. Их, конечно, вымотает хорошо этот агрегат, но и заставляет их делать то, что не надо было бы делать. Ну, например, даже у нас, у нас ведь много всяких, кто, в принципе, работает под этим агрегатом. Они могут работать не по своей воле, но так получилось. А они работают. Ну, и разрушают. Разрушали. Да и будут разрушать. Потому что они под этим ящиком Пандора. Ну, и вот следует еще отметить важную такую деталь. У нас не только обратно в эту жизнь приходят те, которые не добрали Гаваха. Ну, более-менее жили нормально. Но и те, которые воплощаются у нас в Гавахе. Ну, такой страны с таким названием нет. Это я предполагаю, что она где-то так близко называется. Гавах вообще-то не такое уж и старое слово. И его придумали, потому что поняли, что, в общем-то, что-то не то с нашим человечеством. Ну, предположили, что вот эту всю энергию, эмоциональную, там, отрицательную, вот это Гавах. Так и назвали. И вот там, в этой Гавахе, ну, я буду пользоваться этим словом. В этой Гавахе рождаются, ну, мы рождаемся, она находится в основном на первом этаже Тартара. Ну, это не глубоко. Вот сверхглубокая скважина Кольская показала, что 11 километров, там, сколько-то метр. И они вышли на вот эту Гавахе, где слышны были жуткие звуки, которые показали по телевизору. Их мы слышали все, но не все, кто смотрел телевизор в то время. Но я думаю, в интернете можно найти. Это вот как раз то место, вот первый этаж Тартара, где у нас находится ад. И вот люди там, они в действительности не такие большие, как мы. Они небольшого роста, ну, больше на гоблинов похожие. То есть у нас идут гоблины, да, потом идут лилипуты, а потом идут гномы. Гномы не совсем маленькие. Потому что, ну, где-то гоблинов метр двадцать там, вот. Лилипуты они уже метр, ну, где-то около, там, сорока-пятидесяти сантиметров, ну, небольшие, да. А вот там еще идут эльфы. А эльфы вообще как пальчики, мальчики с пальчиками. А они вот идут, ну, где-то вот так вот гоблины. Причем они на гоблинов, обычно, если им удается сбежать оттуда, а это практически невозможно. Но если они сбегают, они податься-то никуда не могут. Хотя, в общем-то, люди, попавшие в ад, практически не имеют никаких шансов оттуда убежать. Но вот Кыштымскому карлику это удалось сделать. Он смог сбежать из ада. Мы не знаем, как это у него получилось. Но он сбежал, но и ведь некуда идти. И потом эти люди-то, ведь они совсем не такие, как карлики, которые живут в этом аду. Вот. На вид же это был обычный, состарившийся ребенок, но не высокого роста. Он смог пробраться в дом, просвиривать Тамаре. Как раз город Кыштым. Вот поселок там, в этом поселке, вот ее дом был. Она, когда отсутствовала, он смог пробраться в ее дом и поселился за печкой. И там он жил. Но она чувствовала, что кто-то живет, да. Ну, и потом вычислила его и решил от него избавиться. Побрызгав его, значит, средством от таракана. А он заплакал. Ей стало жалко его, и она его оставила у себя. Он не говорил. Они потому что могут телепатически общаться в этом аду. Ну, и они помнят свою жизнь, как я уже говорил. И они знают, за что они несут эти наказания, за что их там парят в этих котлах. Почему я уже говорил, что когда палачи замахивались, это было еще в 18 веке, замахивались топором, чтобы отрубить голову, да, голова отскакивала сама. Потому что люди знали, что их казнят. Но и уже весь организм был готов. То же самое и здесь. Они были уже готовы к тому, чтобы понести за те наказания, совершенные ими проступки в прошлой жизни. Ну, и вот Тамара назвала его Алешенькой. Всем говорила, что у него сын появился. Ну, его кто называл, значит, инопланетянином, кто его называл, значит, просто карликом. Да, но это был человек, который смог удрать из ада. Ну, я уже говорил, что это был обычный ребенок, в принципе. Ну, состарившись, потому что их подчевали вот этими посленовыми продуктами, которые вызывают прогирею. Во-первых, они голые абсолютно. Их там не одевают. Но там и не нужна одежда их там при определенной температуре. И там же их все время выпаривают. Выпаривают, потому что вот я вот смотрел описание ада. Ну, у каждого народа, ну, практически везде огонь. Там огонь. Поэтому там же жарко. Им и не нужна одежда. И они небольшого роста. И они едят. Вот у нас солонин, да, в этих вот посленовых. А там посленовые, которые мы не едим. Но они есть у нас, они растут. Но они не такого широкого распространения не имеют. Это пепина, например, да. Тамарила. Но они выглядят как помидоры все. Тамарила. Дальше. Скопелия. Солянум. Целебрити. Ну, вот физалис тот же самый. Вот они характеризуются тем, что у них не просто солонин, а у них солидонин. Это еще более крутой наркотик. Не наркотик, а алкалоид. Который вызывает прогирею. То есть быстрое старение. Там люди больше 12-15 лет не живут. Но за это время они там успевают тоже размножиться. Да. Но они быстро стареют очень. Быстро стареют. И их используют уже непосредственно. То есть они производят гавах. То есть их там выпаривают периодически. Но там одна из особенностей. Там, чтобы вообще попасть на гавах, человеку надо трубить голову. Ну, вот сейчас мы находим множество пещер. Это уже не секрет. Где много черепов. Много черепов. Это и в катакомбах, значит, Парижа. В московских катакомбах. Где людям отрубали просто голову. А почему надо трубить голову? Вот две казни, которые убивают душу. Это когда к пушке привязывали вот сипайское восстание. В Индии. Привязывали к пушке и стреляли. Душа погибала вместе с человеком. Или отрубание головы. У нас душа, в принципе, располагается в сердце. И когда рубят голову, рубят и к душе голову. Потом душа погибает. И уже тогда уже можно саму эту душу использовать непосредственно на головах. А вот этих черепов. На Алтае, помню, было сообщение. Тоже нашли кучу черепов. И вход в пещеру по вертикали. То есть в стороны никуда не выйдешь. Только вертикали. А вертикально слишком высоко. Если тебя оттуда вот вытаскивать, тогда выйдешь. А так нет. Таким вот способом, давая людям особо посленного сильным алкалоидом, вызывая у них прогрею, быстрое старение, людей вот перерабатывают на головах. Это у нас повсеместно. И в реальности нам, чтобы вообще выйти из этого сегодняшнего состояния, в котором мы находимся, нам надо и освобождать Гавахию. В реальности. Потому что не только нам надо, но и все их структуры, которые здесь они создавали, тех же самых, вот типа Ватикана. У нас еще есть одни структуры, про которые я не могу вам сказать. Но с которыми я тоже сталкивался. Ну и адепты мне рассказывали. Просто я знаю, что подобные Ватикану структуры существуют. И это не те вот мафиозные структуры, которые остались после того, как уничтожалась та же Российская империя. Вообще какие-то империи или государства. И там вот охранка, значит, вот эти тайные знания, которые хранили. Те же самые ученые, которые что-то там поимели. Вот. Они вот создавали такие тайные структуры, но это не то. Вот это как раз связано с завоевателями. Завоеватели, которые здесь бросили корни. Бросили корни и они, как правило, все у нас у власти. В общем, вот такая у нас на сегодняшний день петрушка сложилась. Ну, хочется еще напоследок сказать, что вот сегодняшняя вот эта антропология, так называемая, да. Ну, это тоже такая лапша на уши нам. Ну, потому что у нас там, как считается, астралопитек, пятикантр, да. Вот. А неандерталис, потом пятикантром, потом Homo Habitus и Homo Sapiens. Ну, там еще синантропа вводят. Ну, и там вроде как нет такого перехода непосредственно к человеку, ну, к человеку разумному. Homo Habitus – человек умелый. Ну, он тоже, в принципе, кроманьонис, кстати говоря, у него объем мозговый больше, чем у нас. Вот. Ну, и там они построили вот эту вот шкалу, у кого какой объем мозга. Вот. Получается, что самый умный – это кроманьонис. Ну, а вот человек, который вот с этими длинными черепами, который босковский человек, да, его как бы вычеркнули, ну, потому что это анты. Вот они повсеместно находятся. Тот же синантроп, у него нашли только челюсть. Его тоже поставили. В ряды, так сказать, эволюции человека. В ряд эволюции человека. А вот, согласно тем же спадном Пуранам, да, у нас было 500 тысяч видов антроповолных существ. И это не те, которые тут местно создавались, а те, которые вторглись вместе с сантами. 500 тысяч. Ну, какие тут пять вот этих видов людей, которых где-то когда-то нашли. Неандертали, да, его находят повсеместно. Пятикантропа там где-то в одном, в двух, в трех местах. Ну, это тоже ни о чем. А где остальные, то 500 тысяч мы их еще, нам еще предстоит их найти всех. То есть, в реальности они, во-первых, никакого отношения к человеку не имеют. И у нас вот то, что мы говорили, вот старые знания, что человек произошел от гомункула. А все, я уже говорил, многоклеточные животные имеются во прародителе среди одноклеточных животных. Ну, то есть, среди микробов. И вот когда микроб, когда определенный угол у нас Солнца падает на Землю, клетка может перестать сама делиться, а делится только ядро. И вот эта многоядерная клетка может вырасти до метра и больше. После чего у нее начинается дифференциация, и она превращается в многоклеточную особь. Ну, я приводил примеры. Та же туфелька, сороконожки вот эти вот появились. Очень много ракообразных, внешний вид среди одноклеточных, которые превратились в крабов, в раков, в осьминогов. Ну, потому что путь, он одинаков, эволюция и происхождение. Человек тоже может родиться. Но, как правило, это ведь не единичная особь. Это идет повсеместно. Ну, то есть, целый район, может быть, начнет продуцировать вот такую, такого гомункула. И появляется много людей, которые, да, они будут жить, может быть, как мы говорим, перво быть, общинным строем. Они могут потом развиться до каких-то уровней. Но начинают они все с одноклеточного. И может и мозг у них там потом развиться. И речь появится. Может быть. Но обычно никто речь. Это слишком сложное приобретение. Вот речь, это как раз появление возможности воздействовать на мир. Ну, звуком понятно. Мыслью, образом тоже понятно. Действием, руками там, ногами тоже понятно. Ну, и, в общем-то, потом перейти уже и в цивилизацию. Ну, вот вкратце, что я хотел вам сегодня рассказать. Я отвечу еще на вопросы. Как водился звуковой язык? Ведь до него люди могли общаться только телепатически. Было какое-то обучение. А до этого люди могли издавать какие-то нечленные раздельные звуки, вытирать, кричать и т.п. Нет, не совсем так. Но звуковой язык – это вообще голодейство. Связано с военным как раз искусством. Ну, и прежде всего с магическими войнами, там, с превращениями, с всевозможными, с перерождениями, с преображениями, ну, и прочими вещами. А так люди общались, средства коммуникации была как раз телепатия. Телепатия или Казания, как раньше говорили. Казать – это вот показать образы. Но у казаков сейчас казать слово обозначает. Рассказывать, да, говорить. А вообще они казаки-то, потому что они казать могли. Но их еще немцами называли, то есть немыми. Казачество почему истреблялось? Ну, потому что они казать могли. А с телепатией была борьба. Казани переименовали в телепатию. Ну, теле – это передача апатии о болезни. Ну, и под эгидой того, что человек должен иметь свое, так сказать, пространство, и о нем не должен никто знать, шла борьба с казанием. Вот, телепатия. Назвали это телепатией. Ну, точно так же у нас ведь та же самая тривия, да, она как только не называлась, что с ней, ну, чтобы ее вообще искоренить. И оккультизм, и эзотерика, и мистицизм, и герметизм, и всякими разными терминами, которые объявлялись нехорошими. Ну, и потом вот убиралось все это. Вот флагистон так убрали, теплород убрали, телехи убрали. Ну, много чего у нас убрано было. Ну, а вообще вот язык, как язык, он был сформирован специально для жрецов, которые могли общаться на нем с богами. Но причем они не только отдавали на нем дань, но и требы вершили. А насчет нечлено раздельных звуков у нас, там больше двухсот звуков только мы можем, разных букв. Ну, это как бы я считал, а вообще их наверняка больше. Ну, а русский язык, в общем-то, как бы нам дал рус. Рус – это один из царей. Ну, это рус, и он проходит в греческих легендах, как Прометей, который дал нам, якобы, огонь. Огонь – фаер, да, и фаренгит, фаренгингурла. Они как бы однокоренные. Вот. Это как бы огонь. В действительности, это был язык. Язык, который нам дал именно рус, именно Прометей. Ну, и вот сохранилась-то легенда об Одиссее. Они там за руном поехали, помните, да. Руно – это якобы шерсть овечья, да. Руно – это письменность, потому что к языку нужна еще и письменность. Ну, про письменность мы с вами говорили, какая она должна быть. Снежный человек леет, они существуют, живут они на нашей планете, и они выходят из сатиритных пространств. Да, конечно, существуют, я их сколько раз сам видел. А вообще, вот они, вот я же говорю, они с хохлом таким вот. Ну, они живут на нашей планете, естественно. У них даже храмы есть на нашей территории. Не буду говорить этого, я уже один раз ляпнуть имел неосторожность. Вот, храмы, они совместно с нашими ребятами, которые помогали строить этот храм. Вот, ну, они там приходят, молятся, у них же православие. И именно по типу древних православия. Ну, и потом они живут в Австралии. Ну, там якобы, где пустыня сейчас, да, там нормальные леса. Ну, вот они там живут, за забором. Вы знаете, как расшифровывается аббревиатура РУ и кто ее ввел? Какое значение она имеет для руссов? Русь, Украина, Беларусь. Лет 20-25 назад во всех предприятиях в названии убирало слово РУСЬ. Сейчас хотят стереть слово РУБЛЬ. Поэтому и спрашиваю. Ну, хотят все стереться ввести. Нет, РУБЛЬ он был связан у нас. Раньше металлы же были эквивалентом. Вот. И рубили полоску. Рубят, да. Ну, вот поэтому РУБЛЬ назывался. Вот. КОПЕЙКА, ну, потому что КАПЛА. КОПЕЙКА. А потому что КАПЬ вообще это было… Одно из четырех таинств у нас всего четыре таинства было. Вот КАПЬ, потом Свяща, дальше, значит, ТРЕБА и МОЛЯ. Вот четыре таинства. Всякие там таинства типа брак, крещение, причащение, священство, исповедь. Исповедь и прочего такого не было. Заметил еще год назад, что если обо мне плохо думают, негативно создают эмоцию, хотя я не виноват, то замечаю, что вокруг меня начинают материализовываться мелкие мухи. И пропадают только, когда я помолюсь нашим богам без ритуала, так про себя. Что это может быть? Ну, в принципе, любая мысль, она легко материализуется. Особенно, если у вас какая-то есть эмоция, и вы ее излучаете, и она имеет какую-то закрученность. Вот, при закрученности вообще все материализуется. Вообще, самый вот легкий способ материализовать душу, да, это вот создать закрутку того же магнитного поля. Ну, вот у нас в Швабе, почему она ведь оживила всех, кто погиб в Первую мировую войну, и кто погиб во Вторую мировую войну. Ну, не всех, а кто там заявил. Заявились. Вот, их оживляли. Ну, вот они создавали вот эти вот вращения, и душа материализовывалась. Ну, и вы можете повторить эти опыты. Мы пытались, не скрою, у нас разгромили всю лабораторию. Чем закончилось дело? Ну, может быть, у вас не разгромят. Если вы будете думать, то есть, параллельно, когда вы думаете параллельно, да, одна мысль про белых обезьян, а вторая мысль про закрутки. Вот, тогда, может быть, и получится. Подскажите, пожалуйста, перводник, втородница, средник, четверница, пятник, саббат или саббата. Пятник, день, почему тогда саббат? Нет, это не так. У нас как, перводница, вторник, тридница, четверг, пятница и саббат. Ну, или саббат. Вот, у нас батать, это разговаривает с богами, батать. И поэтому с батанием, саббат. Ну, суббота, саббат, саббат, но это уже производное отсюда. Потому что субботу не работали. У нас даже, вот, постановление со внуковым, пять дней работаем, один отдыхаем. Ну, так и должно быть. Вот, евреевы же так живут, а у них же саббат, а не там называть субботу. Ну, когда ввели воскресенье, это понятно, что принялись воскресеньем. Пушкин написал «Земля недвижна, небо с воды, творец подверженный тобой, да не падут на суше воды, да не подавят нас с тобой». Писал как бы о том, что земля не движется. Что вы думаете по поводу высказаний поэта о недвижимой земле? Ну, что, Пушкин не мог ошибаться, что ли? Он как раз жил в то время, когда нам навязывали эту плоскую землю, недвижимую. Поэтому неудивительно. Что вы скажете, что у некоторых развитых душ одновременно есть несколько тел? Например, Майл П. Ньютон в своих книгах пишет, что параллельно с его телом в Европе есть женщина, и она тоже проявление его души. В буддизме тоже есть некоторые святые, имеют несколько тел одновременно из описаний. Но вот как все это понять, если взять за основу способность души делиться, то вопрос в том, на каком коне появляется такая способность к делению. Ну, вы когда создаете свои тонкие тела, ведь у нас, если тонкому телу дать бессмертие, вездесущность и могущество, оно будет такое же, как душа. А у нас, в общем-то, к этому и стремились. Для того, чтобы все тела, не только наше физическое, но и тонкие тела имели признаки души. Ну, то есть вездесущность, могущество и бессмертие. Ну, а когда человек погибал, все эти тела, они никуда не вались, они могли воплотиться. Так и у Ньютона воплотились. У нас ведь вот родовое тело, оно имеет и мужское, и женское начало. Там потому что и троян отвечал, и берегиня. И оно как бы бесполое, а в реальности оно имеет два пола. Получаются те гигантские черепа, которые находят без тела гиганты души, которых отправили на головах? Да. Можно ли использовать длину стопы в закручивании вверх? Вообще стопа имеет важное, как я понимаю, значение. Недаром в испанском языке стопа звучит как пи, в переводе на русский язык. Спасибо. Ну да, у нас стопа со ступой связана тоже. Поэтому, ну это тоже меры, они использовались как раз во втором коне у нас. Гавахи одну жизнь живут, или могут несколько прожить? Руководство Гавахи какое место в иерархии захватчиков занимает? И какой это вид инопланетян? Ну это тоже все анты. Потому что вот дьяволосы, которые появляются, они же там, их Данил Андреев описал хорошо. А в магии они описаны, когда они могут, появившись, разорвать человека пополам, или там оторвать ему руку, голову, что угодно, руками. Но мы такую силу тоже делаем с помощью вот этих вот оси имен. Ну, я говорил, что в жизни оно не нужно. Вот эта сила, она не нужна. Ее не чувствуешь, но ломаешь людям руки. Зачем это нужно? Вы рассказывали, что некоторые народы, прибывшие на землю, спасаясь от захватчиков, оказавшись, отказавшись им служить и поддерживая землян, приносили на землю свои языки. Как объяснить появление у них своего языка, если эти народы с других планет? Потомки выходят со земли в период колонизации других планет. Значит, культуры должны быть земные, но у них он свой. Почему? Да дело в том, что я говорил уже об этом, что когда возникает много цивилизаций, от одной цивилизации начинаются изменения. У нас русский язык, он уже имел, как вы помните, третью сигнальную систему. То есть, у нас значения имели буквы. И поэтому любое слово, которое представляло собой аббревиатуру понятия, нового понятия… Человек мог сказать новое что-то, что он придумал, да? А мы его все понимали, потому что у нас была третья сигнальная система. Мы разжифровывали сразу это понятие и понимали, о чем речь. Так вот, у нас эта третья сигнальная система исчезла только в революцию 1917 года. До этого у нас все было нормально. Вот Песков, который нашел семью Лыковых, да, уже говорил, что они говорят на русском непонятном языке, оно все равно по-русски, но очень неясно. А почему так получилось? Они в революцию ушли в лес Лыковых. У них примитивизировалась полностью культура. Что там в лесу? Там особых разнообразных, информационно разнообразных событий нет. Там все события одни и те же. Язык тоже примитивировался. Или возьмите Черногорию. Они тоже говорили по-русски. Но в городной местности там совсем другие идут традиции, другие совсем события. Язык поменялся. Ну и, в принципе, вот эта реформа русского языка, она ведь прошла не только в Советском Союзе. Она прошла везде. И она до этого проходила еще. И поэтому многие народы, у них язык изменился. Потому что на Луне жизнь не такая, как на Марсе или как на Земле. Она другая. Язык меняется. А если нет третьей сигнальной системы, ну, значит, этот язык становится непонятным. Он становится иностранным. Ну, поэтому сюда приезжали уже своими языками. Вот эта реформа русского языка, она везде проходила. Что делать после смерти? Как избежать этого? Несправедливого инопланетного суда. У кого там искать помощи? Куда идти? Чтоб как можно дольше не раствориться и не попасть в лапы захватчиков? Ну, обычно у нас люди бегут и воплощаются в какие-нибудь животных. В том числе и в домашних. В том числе и даже в насекомых могут воплотиться. В птичек чаще воплощаются. В растения воплощаются. Ну, это когда бежать приходится. Это уже тащат на галах. В библиотеке Ивана Грозного существует? Или это миф? Она существует, но она не в бумажных вариантах. Это литто. Литература. Это камень. Она существует в камне. Как связаны смертные грехи и галах? Люди их повсеместно совершают. Что вы говорите, что они могут не добрать галах? Кто тогда считается недобравшим? Ну, вот. У нас вот как раз правильники. Они чаще не добирают в галахи. Поэтому они идут в галахи. Ну, где там. Ну, там просто мучают и все. Человека. Он рождает эти эмоции. Почему среди четырех мировых религий нет индуизма, даосизма, получается с их представителями более лояльное отношение? Какие планы у захватчиков на перечисленное множество религий, не считающихся мировыми? Например, верования индейцев, бурятов, адмуртов, скандинавов и так далее. Ну, видите, вот четыре мировые религии, это чисто земные. Вот индуизм. Они же, ну, то, что файтоном назвали. А там две планеты погибло. Балта и Индограха. Вот. Вот у них та религия, которой у нас как бы ее нет. Тем более, у них много их. Ну, потому что у нас управление, это, в общем-то, наше правительство, наши цари, они потеряли управление над этими планетами. Даже над своими планетами нашей Солнечной системы. Потому что очень много там, тысячи цивилизаций, вернее, цивилизаций там было, ну, представьте только в нашей галактике 400 миллиардов Солнц. У каждого Солнца там по 10, 20, 30 планет. На каждой планете по цивилизации хотя бы. Умножьте 400 миллиардов на 30. 400 миллиардов – это сколько триллионов получается? Да. То есть это, получается, 12 триллионов цивилизаций. Ну, где тут сумеешь управлять таким количеством? Наши только галактики. А у нас Вселенная. А еще вокруг только нашей галактики там 25 спутников, не считая большого и малого Магелланового облака. Вот там практически, ну, не такое же количество, ну, половина точно, там, 200 миллиардов. И еще у нас ведь не одна галактика, у нас много галактик. А потом мы же еще и в космосе были повелителями. То есть это не только наша Вселенная, аж много Вселенных. Фамилии ведь разрушали все наши. Ну, кто принял перевоплощение, тех не трогали. А кто не принял – их бомбили. Поэтому у нас вот 20 с лишним планет было только в нашей Солнечной системе уничтожено. Ну, это помимо вот эндограхи, там, балты. Вот. Даже Солнце уничтожались. Вот. Эридан, Прозерпина, там, ну, еще одна там планета. Все уничтожили. Они же все сюда, ринулись на Землю. Но у него же другая культура. Другие боги. Все другое. Расскажите, пожалуйста, как душа сориентироваться, когда она лишается тела? Куда идти? С кем идти? А с кем нельзя идти? Как понять, куда ведут душу? Ну, там обычно встречает светящееся красивое существо, с которой любовь. Вот. Ну, и она уже подсказывает, в какой лог тебе идти. Ну, обычно лад, там, других-то вариантов не бывает. Ну, это если у вас тризну там делать, да, тогда вы в лог людей попадете. А так, кто за вас тризну будет делать? Понятно. Ну, самое лучшее – это в лог животных или в лог бродячих духов. Еще хуже. На каком языке говорят в Галахии, какую религию там исповедуют попавшие туда рабы. Понятно, что вид католичества, но как оно выглядит в плане бредов, ритуалов, пастуатов, образов Бога. Там самое главное, что они, когда рождаются, им захороняют память о своих прошлых жизнях и о том, сколько они нагрешили. Они все помнят, и они понимают, что они идут на то, чтобы их мучили, а не отрабатывали. Вот они спокойно идут. И ведь потом, смотрите, у нас ведь, ну, в XII-м тоже не было, а вот в XVIII-м еще отрубали головы, да. Так вот, посредительство самих палачей, там голова отскакивала сама, они не успевали нанести удар. Голова отскакивала. Но и здесь то же самое. Им, в принципе, не надо даже говорить, что надо вот мучиться. Там в котлы в эти садиться, в которые нагревают. И люди орут благим матом. Да. Ну, потом их отпускают на какое-то время, потом опять садят, да. Вот. И они в течение жизни, они вот принимают все эти, но они недолго живут там. 12-15 лет и 15 тоже долгожители. Вот. Ну, так вот они там, в общем-то, это. Вот видите еще какая ситуация. Есть фрукты, которые, наоборот, нам дают возможность вспоминать прошлую жизнь и помнить прошлую жизнь. Ну, понятно, они не рекламируются у нас, но они есть. И вот, когда, вот мама ест эти фрукты, да, и ребенку тоже передается вот это знание о прошлой жизни. В основном есть эти фрукты, если и дают, конечно, возможность есть их. Но у нас едят солонин, посленовые, которые сшипают память прошлой жизни. Ну, мама ела их, ела картошку, баклажаны, помидоры. С молоком ребенку передается, но не помнит свои жизни. Ант управляет процессом производства гаваха. Почему они это делают? Вы же говорили анты-посоли с песенальными, с оголовными. И они наши союзники благодаря Владимиру. Но они этого не понимают, к сожалению. Но они тоже стареют, тоже умирают. Нам тоже надо освобождение. Ну, и по логике вещей нам надо объединяться с ними. Ну, глупых правителей не только среди нашего человечества хватает, но и у них тоже глупостей хватает. Перечеркните, пожалуйста, какие фрукты помогают вспоминать в прошлой жизни и помогают вспоминать детям, если мама ест. Но они все вырезаны из нашей культуры. Но в какой-то степени помогает пчелиное маточное молочко. В какой-то степени. Возможно, этому способствовали папоротники. Потому что папоротник – это разумное растение. Причем его разум на уровне генетики. У него 1400 хромосом. И у нас вот папоротники специально выращивали с разными свойствами, которые давали ложные, так называемые, плоды. Если вы папоротника иногда посмотрите на оборотную сторону листьев. У них там такие вот приделанные ягодки. Но они не круглые, они полукруглые. И полностью сидят на листочке. Вот им задают свойства. Когда такие вот попадаются папоротники, значит где-то поблизости живут разумные староверы, которые знают свойства папоротника. Вот я знаю, что папоротник дает возможность проходить параллельные пространства. Но в параллельных пространствах там много что сохранилось. Ну все, вопросов больше нет. Ну что ж, до свидания. До новых встреч. Орелов airl kitsch. Спасибо за просмотр!